Доброе утро, мои родные люди! Сегодня у нас был день Х, должны были кастрировать Твикса. Мы были записаны, но на улице ужасно и просто дождик, можно сказать, ураган. Я позвонила врачу и сказала, можно мы приедем завтра. Предварительно я посмотрела прогноз погоды. Завтра действительно очень хорошая погода. Завтра как раз-таки мы решим этот вопрос. Еще, кстати, нужно купить пеленку, чтобы застелить в эту сумочку. Поэтому, к сожалению или к счастью для Твикса, у нас эти все дела переносятся на завтра. Еще завтра день рождения Жали. Я даже не знаю, как я успею и его отвезти, и потом с Жали увидеться. Надо будет пораньше тогда пойти. А вот, надеюсь, что все пройдет удачно. А я сейчас сяду делать себе макияжик. Как всегда, с одинаковой косметикой. Знаете, я читала комментарии. И тут одна девочка пишет, что Айка написала с ошибкой название видео, чтобы было больше комментариев. И мне так прям угарно стало, что какого хорошего вы обо мне мнения. К сожалению, должна вас расстроить. Я просто тупая. Кстати, как только я отменила врачам, как вы видите, дождик остановился. Урагана больше нет. Это как будто закон подлости. Не знаю, стоит ли идти или нет. Вроде посмотрела погоду. Переменно ясно. И переменно дождь. Пока я красилась... А вот, кстати, мой макияж, как всегда, одинаковый. Пока я красилась, заметила, что дождик остановился. И лучше было бы сделать операцию Твиксу именно сегодня, а не завтра. Потому что завтра я иду на день рождения. Я буду вся в попыхах, так скажем. Но не знаю, получится ли сегодня у врача. Потому что я уже отменила. Мне даже как-то неудобно звонить и говорить, что нет. Давайте все-таки сделаем операцию. Поэтому даже не знаю. Но сейчас я сяду снимать для вас мукбанг с азербайджанским хинкалом. К сожалению, не было мяса. То есть не было мяса говядины. И поэтому там куриный фарш. Но тоже очень вкусно получается. Сейчас сядем, пожрем, поболтаем. Решила, что каждый день буду снимать для вас хоть какие-то домашние влоги. Мой хороший дождик остановился. Я позвонила ветеринару и сказала, можно ли еще сегодня приехать. И мы записались на 4. Дома нашла пеленочку. И вот честно, Твикс как будто чувствует беду. Вот посмотрите на его лицо. Он такой весь грустный, так скажем. Мне так его жалко. Ну что поделать? Ничего, тебе будет не больно, мой сладенький. Сейчас нужно его поместить сюда. Сейчас быстренько переодеваюсь. И мы уже с ним двигаемся. Твикс, скажи всем бай-бай. Как-то пеленка даже неудобно стоит здесь, если честно. Скажи всем бай-бай. Бай-бай, я скоро вернусь. Это я в лифте. Мы спускаемся вниз. И в это время Твикс пытается порвать сумку. Еще мяукает, кстати. Твикс, Оля, потерпи немножко. Он чувствует опасность. Может, окей. Видите, домашний стал совсем. Господи, какой у меня маска ужасная. Надо прийти домой и начать делать коррекцию. Я оставлю Твикса там. Сама, наверное, вернусь. Где-то на 3 часа. Как раз сделаю коррекцию. Потому что завтра у меня на день рождения жили. Не люблю я вот такую погоду. Сразу становится грустно. Вот. Идем. По лужам. По этим всем. Короче, я оставила Твиксика там. У меня прям все сердце кровью обливается. Там была другая кошечка. Она отходила от наркоза. Зрелища не для слабонервных. Но смысла там сидеть тоже не было. Потому что там нужно... Он сказал, что нужно сердце послушать. И сама операция. Потом котик будет отходить от наркоза. Это тоже длительный период. Он сказал, что обычно у нас приезжают через 3 часа. Если вы недалеко живете. А я действительно недалеко живу. Как-то, знаете, на душе прошиво. Если честно, такое ощущение, что я сделала что-то плохое. Вот. Но все к лучшему. Он не первого котика кастрирует в своей жизни. То есть это очень... Тут не молодой специалист, так скажем. Вот. Поэтому пойду домой, посижу, помонтирую, что-то поделаю. А потом через 3 часа, ровно в 7, мне надо будет его забирать. Надеюсь, что никаких осложнений не будет. Вообще, врач сказал, что кастрировать намного проще. Это небольшая такая операция по сравнению со стерилизацией. То есть стерилизация намного сложнее. Так что, говорит, не переживайте. Все будет окей. Вот. Да и само, если честно, смотреть на это не хочется. Вот. Я бы никогда врачом, наверное, стать не смогла бы. Однозначно нет. Поэтому иду домой. Одна уже. Девочки, у меня стресс. А когда у меня стресс, знаете, что я делаю? Правильно, я ем. Любовные записки. Это мне подписчица подарила. До сих пор не открывала. Но сейчас я не могу это есть, потому что здесь написано Двикс. Мой Двикс. Так, давайте эту шоколадку Милка. С чаем. Сейчас выпью чаечек шоколадкой и пойду за Двиксом. Надеюсь, что с ним все хорошо. Мы с мамой прям сидим, так грустно смотрим на те места, где обычно Двикс лежит, где он точит свои ноготочки. И мне как-то сразу так грустно. Вот реально, как ребенок до дома. Так чувствуется его отсутствие, я прям не могу. Надеюсь, что с ним все хорошо. Он отходит от наркоза. Потому что, когда я зашла туда, к врачу, он как раз закончил операцию с другим котиком. И прям котик так мяукал. Он отходил от наркоза. И честно, как-то не по себе мне стало. Вообще там аура такая стоит. Не знаю, какая-то жестокая. Я бы однозначно врачом стать бы не смогла. Хорошо, что я выбрала не эту профессию, хотя мамочка всегда говорила, что из тебя получится хороший врач. Да? Ты говорила такое? А я хотела, чтобы ты урожай была. И учительница. Не получилось. Дочка стала блогером. Так, наш красавец уже дома. Посмотрите на него. Мой сладкий. Сейчас мама тебя отпустит. Мама тебя сейчас отпустит. Оп, оп, все, все, все. Все закончили мы. Закончили. Выходи, сладенький. Я прям все на камеру. Тебе на память останется, Сладуся. Он еле ходит, мама. Да. Сыны его глазки. Только после наркоза. Ой, не знаю, даже надо спросить у врача, кстати, можно двигаться вообще или нет. Ничего, держать пока. Проголодался, сладенький. Проголодался. Он внимания хочет. Внимания хочет. Ну. И проголодался тоже, потому что... Он еле на ногах стоит. Ужас. Я чувствую себя садисткой. Дружит мой маленький. Ну ничего, все позади. Все закончилось. Мук-панк от измученного Т-Х. Гляньте на его глазу. Беспомощная животная не может нагнуться. Я ему приподняла мисочку. Но ничего, сладенький. До конца жизни больше не будешь мучиться. Не будешь искать себе зелочку. Решение вопроса. Вот не мой родусть. Родость мамина. Знаете, сидел, молчал там в углу. Много было всяких кошек. Вот. Как меня увидел. Я не знаю. То ли по запаху он чувствует. То ли еще что-то. Я не поняла. И как он меня увидел сразу. Мел. Я тут, Экин. Я тут. Возьми меня отсюда. здесь какой-то стадист. Таким молчал, молчал. Как меня увидел врач, сразу начал мяукать. Посмотрите на его глазки. Я не хочу никого пугать. Но вот такие вот у него глазки. Он сам попросился мне на ручки. То есть я не специально. Я его убрала, положила, но он все равно тянется ко мне на ручки. Ему нужна просто поддержка. Мой сладенький. Мама всегда рядом. Все пройдет. Твиксик. Твикс момент. Короче, зрелище не из приятных. Но вот так вот он тянется, сам лежит у меня. Вы знаете, мои хорошие, я специально его не брала на ручки. Но только я его оставляю на полу или где-то на диване. Он сам приходит и вот так вот садится. Скорее всего, ему так неудобно. Но, видимо, ему нужна какая-то поддержка хозяина, что ли. Хочется, чтобы его погладили. А так убегает обычно от меня. Смотрите, как идет ко мне. Мой сладкий, тебе же больно, тебе нельзя отвикаться. Сиди, сиди. На его глазки. Ой, господи, сердце кровью обливается. Думаешь, зачем это сделала? Ой, на радости. Короче, Твикс уже нормально. Прошло уже 3 часа с момента последней съемки. Он уже вроде нормально ходит, поел. Просто облизывает себе эти причиндалы. И ходит за мной как хвостик. А так все у нас хорошо. Еще, девчонки, хочу переделать ногти. Потому что у меня вчера произошло вот такое вот ЧП. Не знаю, с чем это связано. Такой странный скол здесь образовался. Я хочу сделать френч. Не знаю, успею сделать все 10 ноготочков. Или сегодня сделаю вот эту руку, а завтра вторую. Не знаю точно, потому что время уже поздно. Вот. И тем более френч его там рисовать долго. Но будем надеяться, что быстренько все это сделаю. Притащила фрезу. Это покрытие, кстати, мне прослужило не так уж и долго. Поэтому длину я буду оставлять. Пусть будут у меня такие длинные ноготочки. Возможно, немножко форму изменю. И надо найти какой-то интересный фильм. У меня здесь была голубоватая база. Сняла все покрытие. Вот сейчас думаю, стоит ли убирать длину. Или оставить вот такую вот. Потому что буду все-таки рисовать френч. Хотя, в принципе, можно и так. Но сейчас еще подумаю. Короче, я пыталась сделать ногти. Пыталась нарисовать идеально ровный французский. Нарисовала на левой руке идеально. Потом, когда я начала рисовать на этой руке, здесь он получился намного толще. Надо было вам показать, кстати. В общем, получилось и не очень. Мне пришлось все это отпилить. Короче. Никаких хороших новостей. Получилось ужасно. Все вроде как исправила. Вот так, знаете, нам быструю руку. Твик себя уже чувствует замечательно. Ходит, мурлыкает, сейчас спит. Вот, как бы он быстро отошел от наркоза. И прекрасно себя чувствует. Где-то через 10 дней мы должны пойти на прививку. Так у нас все хорошо. А это уже следующий день. Твикс уже потрясающе себя чувствует. Мое утро началось с того, что он играл с моей ногой. Вот, отлично ходит. Так что не переживайте. С Твиксом все хорошо. Он перенес эту процедуру. Отлично. Вот, смотрите, ходит как. Отлично. Играется, мурлыкает. Все у него хорошо. Жизнь прекрасна. А я вынуждена с вами прощаться. Всех люблю, целую. Спасибо, что досмотрели. Всем пока.